Субтитры создавал DimaTorzok Перед тем, как начать сегодняшнюю нашу лекцию, хотелось бы напомнить один хадис из сиры пророка Мухаммада, когда пророк Мухаммад провожал свою супругу Софию, и тогда сахабы увидели посланника Аллаха, на что он подошел к ним и сказал, На что сахабы удивились и сказали, в тебе бы мы сомневались, о посланник Аллаха, на что пророк Мухаммад сказал Поистине шайтан передвигается по крови человека, то есть всегда делает его связь, всегда делает, нашептывает шайтан рабу Аллаха. С чем я хотел связать этот хадис? Вчера, когда мы тоже как бы лекцию делали, выходили в эфир, наступило время Маггриба, и вот даже сейчас вот я подниму, правая рука у меня, Но кажется, когда ты на себя поворачиваешь, когда вот те, кто умеет снимать себя, то есть кто себя снимает, вот это селфи, понимаешь, что когда правую руку поднимаешь, как будто левая, кажется, то есть зеркальное отражение отдается на видео И всегда даже я на правой руке часы ношу И я сделал эфтар правой рукой, феникс ел и воду выпил И потом как бы там это все распространилось, один брат другому брату пишет, говорит, альхамдулля, лекция хорошая, познавательная, но только мы вот все как бы разочаровали, почему он левой рукой кушает? Там тот ему брат говорит, да нет, он, говорит, правой кушает, говорит, да нет, я и так, и так посмотрел, говорит, левый, говорит, делает эфтар В хадисе, достоверном хадисе от сахи муслима, как раз, альхамдулля, знаете, Аллах в Коране говорит, что-то вам не нравится, это лучше для вас Как раз этот, альхамдулля, брат, видно, что он переживает и хочет сделать мне насыха, чтобы кушать правой, но я говорю, субханалла, брат мой, передай ему, я, альхамдулля, как бы правой рукой всегда кушаю и пью Потом сам посмотрел на видео, показалось так, что как будто левая рука Именно это зеркальное отражение, когда себя снимаешь, когда на себя камеру направляешь, это все как бы зеркально показывается И как раз, альхамдулля, я говорю, то, что вот он способствовал, чтобы нам напомнить этот хадис по поводу еды, чтобы кушать и пить правой рукой От ровах муслим, имам муслим приводит хадис, то, что посланник Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, пришел один из сахабов и кушал левой рукой Тогда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, кушай правой На что сказал, я расулла инди, ла астатай, о посланник Аллаху, я не могу На что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, ма мана ака илля кибр Тебе не запретило ничто иное, кроме как твоего сокомерия Поэтому, альхамдулля, то есть, вот это вот нам брат напомнил, чтобы мы вспомнили сейчас этот хадис То, что мусульманин, он должен кушать и пить правой рукой То есть, иногда задается вопрос, а как, вот, например, если передо мной, там, например, я кушаю что-то, ложкой суп А хлеб, как держать? Берешь правой рукой, кушаешь, кладешь ложку, берешь хлеб и кушаешь Или можешь ты держать хлеб левой рукой, но потом, когда ты хочешь съесть, берешь правой рукой Также можно помогать левой рукой Например, ты берешь, например, что-то горячее, например, да, там, стакан горячий Ты можешь поддерживать левой, но пить правой это дозвон на основу, что именно правой рукой так, сейчас продолжаем нашу, иншаллах, эфир Маал-Кур'ан мы назвали эту лекцию как бы вот эти лекции вместе с Кур'аном, вместе с Рамадан вместе с Кур'аном потому что месяц Рамадан это месяц Кур'ана, как мы с вами сказали как мы напомнили напомнили из аятов Всевышнего Аллаха то что шахур Рамадана, ладзи унзеля фигин Кур'ан месяц Рамадана это тот месяц, когда Аллах не спослал Кур'ан Всевышний сказал мы не спослали его в ночь предопределения мы его не спослали в благодатную ночь и посмотрите уважаемые братья и сестры, обратите внимание все что вокруг Кур'ана и сейчас из этих лекций мы с вами поймем все благодатное, все что связано с Кур'аном все благодатное, самый лучший благодатный месяц, Рамадан месяц, когда не спослал Кур'ан самая благодатная ночь лейля туль-кадр, ночь предопределения на самое лучшее сердце Аллах не спослал на сердце пророка Мухаммада самого лучшего из ангелов выбрал ангела Джабраиля на самом прекрасном, лучшем языке на арабском языке вчера мы с вами вспомнили то, что говорили о му'адизе тех чудес, которые Аллах откровения давал вот эти знамения давал пророкам посланникам, вспомнили знамение то знамение, которое Аллах давал Моисею алис-класса знамение, которое Аллах дал Иси именно знамение, которое Аллах не спослал пророку Мухаммаду для посланника Алиэлома это есть Кур'ан Остановились мы на том, что Всевышний Аллах, субхану ва Та'ля, описал свою книгу, Кур'ан, то, что он свет, нур Однако мы сделали его светом, нуром Ведем мы по этому пути, по этому свету, по этому нуру По пути Кур'ана, кого пожелаем из наших рабов Также мы понимаем, тот, кто отдаляется от Кур'ана То, кто не хочет жить с Кур'аном То, кто оставляет Кур'ан и берет для себя что-то другое, другое руководство То его жизнь будет скомкнутая, тяжелая Кто отдаляется, отворачивается от Кур'ана, его жизнь будет тяжкой Об этом Всевышний, субхану ва Та'ля, сказал в Кур'ане «Вомен أعرב عن ذكري, فإن له معيشة ضנка» «Нохشره يوم القيامة أعمى» «Главу, рэп, мне хачер Та'и. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Куран это самый лучший собеседник То есть бывает такое Когда ты в путь выезжаешь Берешь с собой Так, кого бы с собой взять Там тысячи километров мне Например, в Казань надо ехать Кого с собой взять Так, этот молчит, да Этот разговаривает У этого интересная история От этого я пользу возьму Давай я Самого лучшего себе собеседника берешь в путь Поэтому имам Ашалтыб сказал Самый лучший собеседник это кто? Куран Как говорят ученые Если хочешь обратиться к Аллаху Молись Читай намаз В намазе мы обращаемся к Аллаху Но если хочешь услышать Обращение Аллаха к тебе То читай Куран То читай Куран Аллах обращается к нам в Куране О верующий Тут ты задаешь вопрос Я верующий Я верю в Аллаху Я верю в суд на день Я верующий Аллах Мне показал этот путь Значит Аллах Обращается ко мне Это обращение Аллаха Что Аллах хочет от меня Что он хочет приказать мне Что он от меня требует В чем для меня есть польза Никогда не надоест с ним общаться Это самый лучший из собеседников С которым никогда не надоест общаться Даже какой бы собеседник не был Ну там час-два У тебя уже другие дела начинаются То есть уже все нужно останавливаться А с Кураном ты никогда не надоест тебе И чем ты больше его повторяешь Читаешь Тем он красивее звучит Говорит Имам Аш-Шатаби Это тот ученый Который семь кратов Собрал свои манзумы Аш-Шатаби Поэтому Так оно и есть Пророк Мухаммад Салаллаху алейхи Сказал Украшайся Куран своими голосами В другом хадисе Сказал Украшайте свои голоса Кураном Также пророк Мухаммад Салаллаху алейхи Повелел Проявлять усердие Посредство этого Курана Кала Та'ала Субханава Та'ала В Куране сказал И проявляет джихад Проявляет усердие Через него Через Куран Великим проявлением усердия Великим джихадом То есть означает Та'сиры твоята Я Мухаммад читай им Куран Те Кураншиты Мы вчера с вами говорили То что это было Самое То есть великое Вот это вот Му'джизе Знамение Чудо Для посланника Аллаху Салаллаху алейхи Это Куран Ни один поэт Не смог придумать Подобно к Курану И тогда Аллах Субханава Та'ала Сказал Вот твое оружие Проявляй джихад Проявляй усердие Через Куран Читаем Куран И большинство Сахабов Когда читали Куран Когда посланник Аллаху Салаллаху алейхи Ва салам Читал им Куран До того как они стали Верующими Они принимали ислам То есть Так же То кто в себе Несет Вот здесь Куран В груди То кто знает Наизусть Куран Весь Куран 20 джуз 15 10 5 1 джуз Пол джуз Одну суру Даже если кто-то Из вас знает Фатиха Ихлас Он в себе Несет Куран Хамилю Хамилю Куран Аллах Субхану Сказал Сказал То есть Это Куран Разъясняющий Знамение В груди В сердцах Обладатели знаний Он возвышен Он возвышен Перед Аллахом Субхану 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 Великий человек Перед Аллахом Субхану Возвышенный Возвышает А те кто отдаляется От Курана Аллах Субхану Субхану Сидел в Медину Торговал что-то Брал с собой Какие-то вещи Из деревни И продавал На рынке Медина Пришел в дом Пророка Мухаммада Салаллаху Не застал его дома И пошел Как обычно Шел на базар Бедный Захибин Харам Его звали Он бедный Сахабаб То есть У него ничего Беду Но пророк Мухаммад Салаллаху Салаллаху Его очень любил И посланник Аллах Салаллаху Вернулся Домой С супруги Говорит Кто-нибудь К нам приходил Навещать Кто-нибудь Заходил На что Супруга Смотрите Как ответила Никто Кроме Кроме Захиб Захиб только Приходил Захиб Говорит Захиб Приходил Где он Пошел на рынок Сразу же Не заходя в дом Пошел на рынок Посмотрите Братья и сестры Это не Абубак Который пришел С каким-то там Серьезным вопросом Не Который там С важным делом Пришел Захиб Что от него взять Ничего нету Ну смотрите На гылк На охляк На нравственных Посланник Аллах Сразу побежал На рынок И тут видит Что он что-то продает Пророк Мухаммад Сзади подошел К Захиб Обнял его И начал шутить Кто купит Раба Кто купит Раба На рынке Обычно на рынке Один диргам Два диргама То есть вот так И пророк Обнял его Кто купит Раба Кто купит Раба То есть шутить Как будто он Продает Раба Захиб Бин Харам Узнал Что это посланник Аллаха Саллаху Алейхисалям По его запаху И сказал Я Расуль Аллах Таби'ани Идан Таджидуни Касидан О посланник Аллаха Ты меня хочешь Продать Тогда тебе Мало Дадут денег За меня То есть я же Бедный Что у меня есть Кто я такой Как бы Да вот он Показывает То есть ничего У меня нету Ты меня хочешь Продать Таджидуни Дешево Продаш Смотрите Ответ Посланника Аллаха Саллаху Алейхисалям Но однако Перед Аллахом Ты дорог Перед Аллахом Ты дорог Потому что Ты верующий Ты сахаба Ты Читаешь Кур'ан Перед Аллахом Ты дорого Стоющий За это Так же Посланник Аллаха Саллаху Алейхисалям Повелел Нам Чтобы мы Ухаживали За Кур'аном И предостерегало Того Чтобы мы Отдалялись От этого Поэтому Уважаемые Братья и сестры Кур'ан Кто-то Например Наизу Знает Кто-то Тафсир Знает Кто-то Таджбит Хорошо Знает Кто-то Только Учится Кто-то Одну Две Сур Кто-то Старается Кто-то Еще Не может Дочитать Но у Него Есть Возможности Например Содержать Какие-то Так Скажем Аллах ему дал Из богатства Он финансово Это содержит В мадресе И так далее То есть Все что связано Кур'аном Верующий Должен Стараться Спешить Быть Яхтим Яхтим Это Кур'ан То есть Служить Кур'ану Служить Кур'ану Заботиться О Кур'ан Кал Салаллаху Алейху Мадихан Лиман Якрал Кур'ан Также Пророк Мухаммад Салаллаху Алейху Сказал О тех Людих Надихан То есть Восхваляя их Тех людей Которые читают Кур'ан То есть Посланник Аллаха Салаллаху Алейху Сказал Читец Кур'ана То кто Читает Кур'ан И он Специалист В этом То есть Четко Читает Правильно Читает Таджвидом Читает То есть Понимает Как читать Даже знает Где остановиться Нужно Где продолжить Если остановился Вернулся То есть Специалист В этой области Он В одном Сафи В одном Ряду То есть Смоляики Вместе С ангелами На одном Сафи На одном Уровне Субханаллах То кто Читает Кур'ан И он Специалист В этом Он В одном Ряду С ангелами Сказал Посланник Аллаха Саллаллах Алейх Ассалям А то кто Читает Кур'ан Но это Тяжело Ему И он Когда читает Ошибается Или Язык Его заплетается То есть Тяжело Старается Но ему Тяжело То ему Две Награды Первая Награда За чтение А вторая Вторая Награда За тяжесть За трудность Субханаллах Ни в чем Посланник Аллаха Всевышний Аллах Субханаллах Ни в чем Ни насколечко Не забрал Награду От того Человека Который Старается Даже Альхамдулля То кто Отлично Четко читает Специалист В этом Посвятил Жизнь этому Он в одном Ряду С ангелами Но то кто Учится Старается Но не получается Тяжело То ему Все равно Не одна Две награды За чтение И за старание Субханаллах Также Пророк Мухаммад Разъяснил Фадль Достоинство Достопримечательное Чтение Курана Посланник Аллаха Салаллах Сказал То кто Читает Куран За каждую Буковку Он берет Десять Наград За каждую Буковку Из Курана Он берет Десять Салабов Десять Наград И он Говорит Я не говорю Что Алиф Ла Мим Это одна Буква То есть Есть аяты В Куране Которые Читаются Например Начинается Алиф Ла Мим Алиф Ла Мра Алиф Ла Мим Мра Там да Вот такие Ха Мим То есть Что имеется Ввиду За то Что он Только Прочитал Первый Аят Алиф Ла Мим Прочитал Три Буквы Соответственно Ему 30 Наград Ему 30 Наград За Субхан Аллах И так же Посланник Аллаха Предостерегал Чтобы Люди Не Оставляли Куран Посланник Аллах Сказал Заключите Договор С этим Кураном Через Повторение Поистине Он Быстрее Развязывается Чем Верблюд Из Своей Веревки Вот Сейчас Хотел Остановиться На этом Хадисе И разъяснить Его Во-первых Сказал Заключите Договор Тот Кто Занимается Торговлей Он знает Если Ты Подписал Договор Ты Обязан Его Всполнять Если Ты Наруж Договор То Ты Уже Как Б Попадаешь В штрафные Санкции И так Далее Поэтому Так же Договор Часто Приходят Два Например Мусульмане Не могут Решить Вопрос Между ними Спорный Вопрос В бизнесе Первый Вопрос Даже Есть ли Между вами Договор Почему Потому что Между ними Шариат Это их Договор То что Они Подписали Сами Аллах В Коране Говорит В первом Аяте О верующие Придерживайтесь Своих Договоров Верующие Должны Стоять На своих Договорах И вот Здесь Заключите Договор С Кураном Через Повторение То есть Ты Заключишь Договор Значит Ты Не должен Его нарушать Должен Постоянно Повторять Дальше Объяснил И сказал Поистине Куран Если Не повторять Он Быстрее Развязывается Из памяти Чем Верблюд Из своей Веревки Вот Сейчас То есть Имеется Ввиду Когда Верблюд Мы Когда С шейхами Общались Когда Я жил В Саудии И С бедуинами Общались Если Верблюд Ты Слабо Привязал Он Быстро Развязывается То есть Он Может Развязаться То есть Быстро Развязывает Эту Веревку Вот Это Икаль Называется Опять же Когда Если Посмотрите В арабских Странах Когда Арабы Одевают Платок Белый Гутра Называется Есть Красный Шеймак Некоторые Не одевают Некоторые Сверху Такое Черное Кольцо Видели Еще Короли Раньше Они Были Золотистые Такие Сверху Кольцо Это Что Такое В чем Это Вообще Во-первых Он Не улетает Когда Ветер Дует Но Откуда Это Пошло Со Времен Еще С тех Времен С давних Времен Это Была Именно Тот Икаль Он И так Называется Икаль Веревка Которая Завязывали Верблюду Ноги Потом Бедуин Присадился На свое Верблюда У него Платок На голове В пустыне Жарко Посланник Аллаха Саллах Тоже Одевал На голову Одевал На голову Платок И больше Когда Бедуин Сняли Развязали Верблюда Садился Верхом На Верблюда Некуда Положить Веревку Он Клал Именно На голову Тем Самым Держал Вот Этот Платок Именно Противогонка Для Верблюда Он Как раз Одевал На голову И вот Здесь Ученые Говорят И вот Эти Бедуины С кем Мы Общались Они Говорят Субхан Аллах Так Быстро Развязывайте Верблюд Если Он Развяжет Вот Этот Акаль Он Уйдет И быстро Он Покидает Эта Местность То есть Как бы Ты Может быть На 5 Минут Куда Ты Зашел Там В палатку К другу Там Брату Навести Плохо Привязал Его Выходишь Ты Его Не то что Не найдешь Ты Больше Никогда Его В жизни Не увидишь Потому Что Он Быстро Убегает Быстро Покидает Эту Местность И Бывают Даже Быстро Выходит И Больше Никогда Ты Не найдешь То же Самое Сказал Повторяйте Куран Заключите Договор С Кураном Через Повторение Поистине Он Быстрее Покинет Вас Если Вы Не будете Повторять Чем Верблюд Который Развязывает Свою Айкаль Свою Веревку Поэтому Здесь Вот Именно Такое Побуждение Салла Именно Повторять 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 И Люди По отношению Курану Делятся На Четыре Категории Первая Категория Скажите Все Амин Скажите Все Амин Дай Аллах Чтоб Мы Были Из Этой Категории По Отношению Куран Всевышний Сказал Это Те Которые Считают Куран По Ночам И Делают Земные Поклоны То Через Куран Ночью Просыпаются И Поклоняются Аллаху Субхану Читают Ночные Молитвы Вторая Категория Это Те Люди У Которых Есть Ежедневные Уирт Ежедневные Например Он Повторяет Или Читает Сколько Из Курана Каждый Из Вас Это Сейчас В Рамадане Тем более Кто Один Дюс Повторяет Глядя Постоянно Каждый День У него Есть Определенное Количество Аятов Которые Он Повторяет Аллах В Куране Говорит Читайте То Что Вам Легко Из Него То Что Не Способен Из Него То Какое То Какое То Определенное Количество Третье Это Те Люди Которые Не Могут Читать Куран Но Любят Его Слушать Аллах В Куране Говорит И Когда Читается Куран Слушайте Его Прислушайтесь К Нему То Прислушайтесь К Нему То Слушайте Возьмите Для себя Что-то Из Него Может быть Аллах Проявит К Вам Свою Милость Когда Мы Учили Саудии Нам Чейх Рассказывал То Что В Медине В Медине В Мечете Пророка Мухаммада Салла Аллах В каждой Мечети Есть Кружки По изучению Курана И вот В Медине Один Бедуин Приходил И Садился Среди Этих Часов Он Сам Читать Не Мог Но Любил Слушать Садился К одному Сидит И Слушает Как Он Читает Идет К другому Слушает Как Ему Нравилось Слушать И В один Момент Когда Постоянно Он Приходил Слушал В Куране Есть 15 Мест Где Нужно Сделать Земной Поклон Саджда Тилява Когда Доход До Аята Нужно Сделать Земной Поклон И Вот Этот Часет Дошел До Аята Сделал Земной Поклон И Тот Кто Слушал Бедуин Тоже Вместе С ним Сделал Земной Поклон Тот Кто Читал Встал С Этого Поклона А Тот Кто Слушал Постоянно Не Встал Умер Аллах Забрал Его Душу В тот Момент Когда Он Находился В Земном Поклоне Поэтому Аллах В Коране Говорит Может быть Аллах Проявит К вам Свою Милость Этому Брату Аллах Проявил Свою Милость Он Любил Куран Любил Слушать Не Мог Читать Но Любил Слушать Аллах Проявил Ему Свою Милость Может Быть Аллах Проявит Вам Свою Милость Поэтому Он Также Воскресен Судный День В Земном Поклоне Пророк Мухаммад Салаллах Сказал То Кто На чем Жил На этом И умрет А то Кто На чем Умер На этом И воскресен Судный День То есть Он Воскресен Перед Аллах В Земном Поклоне То есть Другая же история Шейх Мухаммад Хассан В своей Книге Писал То что Один Из В Египте Пришел К нему И плачет То что Его отец Умер На что Он сказал Сынок Мой Смерть Это Истина То есть Каждый Из нас Умрет Покидает Жизнь Поэтому Я не Плачу За то Что Он Умер Я плачу За того Как Он Умер А как Он Умер Он Умер Астагфур Лицо Его Занимался На что Он Спросился Он Давал И брал Деньги Под Проценты Кушал Реба Кушал Проценты И так Он Покидал Эту жизнь То кто На чем Жил На этом И умрет Поэтому Ужаем Братья и Сестры Всегда Пусть Язык Всегда Будет Поминать Аллах Будет Мокрым Когда Постоянно Что Ты говоришь Он Мокрый От Поминание Аллаха Если Человек Всю Нет То что Он Говорил Это Когда Увидит Ангела Смерти Это Закрикнет Это Скажет Но Если Всегда У него Было Зикру Аллах Заходил В уборную Он Брал Это Платье И Брал В рот Так Сувал Когда Спросили Почему Ты В туалет Когда Заходишь В рот Берешь Свою Одежду Я Боюсь Там Произнести Имя Аллаха Постоянно Произносил Им Поэтому Кто На чем Жил На этом Он Умрет И Четвертая Категория Людей По отношению Курану Скажите Амин Я прошу Аллаха Чтоб Мы Наши Дети Близкие Не были С числа Этой Категории Это Та Категория Которая Оставила Куран Это Та Категория Которая Забыла Куран Всевышно Аллах Субхану Ва Сказала В Куране Сурата И Сказал Посланник Обращаясь К Аллаху Я Раби О мой Господь Поистине Мой Народ Сделал Переселение От Курана То есть Махджур То есть Оставил Куран Отдалился От Курана Поэтому Дай Аллах Субхану Ва Та Чтоб Мы Были С Кураном В Этот Месяц И В Остальные Месяцы Иншал Но Это Так Скажем Чтобы Месяц Рамадан Месяц Курана Это Была Площадка Для Нас Чтобы Мы Оттолкнулись И Жили С Кураном Уважаемые Братья И Сестры На Этому Мы Закончим Наш Сегодняшний Эфир Завтра Как Завтра У меня Скорее Сегодня Получится Если Будет Получаться Мы Вывесим Объявление Если Будет Что Касательно Мы Будем Разбирать В течение Месяца Тафсира Аятов Но Перед тем Как мы Зайдем В тафсир У нас Сейчас Мы Подготавливаемся Несколько Лекций Именно Дабы Нам Укрепиться Дабы Нам Понять Вообще Не просто Читать Тафсир А именно Фундамент Укрепить Чтобы Понять Что такое Куран Каково Жить Кураном Какая Награда За это Чтобы Мы С вами С Некой Базой Знания Зашли В тафсир Священного Курана Также Хотелось На один вопрос Ответить Воспользую Потому что Один брат Написал Если честно Сразу Братья и сестры Я очень редко Смотрю Сторис Там Да Как бы Брат наш Который Ведет У меня Инстаграм Я сам Признаюсь Я не очень Разбираюсь В технологиях Даже Эфир Вчера Когда просили Отключить Комментарии Я даже Не знал Как это Делать Как Отключать Комментарии Потом Позвонил Нашему Брату Который Администратор Он меня Обучил Поэтому Сегодня Научился В начале Эфира Отключил Комментарии Поэтому Я Часто Не захожу Не читаю Если Какие Такие Серьезные Вопросы Бывают У нас Команда Есть Которая Ведет Наш Канал Моя Умма Команда Которая Инстаграм Ведет Они Мне Просто Говорят Если Какие Такие Вопросы Я Стараюсь Отвечать Иногда Моя Команда Они Сами Отвечают Но Попросили Один На один Вопрос Ответить Именно В эфире Почему Потому Что Может Многие Сейчас Связаны С Уразой С Постом Как бы Сдаются Таким Вопросом Один Задал Вопрос Говорит Я Сейчас Работаю Даже Во время Карантина Моя Работа Связана С Продуктами У меня Так Получается Что Я читаю Магреб Делаю Ифтар Потом Ложусь Спать До 12 Часов Ночи Потом Просыпаюсь И читаю Таравих Так Можно Или Нет Некоторые Говорят Что Таравих То есть Разница Между Таравих И Тахаджуд Разница Есть Или Нет Или Тахаджуд И Таравих Это Одно И Тоже Во Первых Хотелось Разобрать Этот Вопрос То есть Если Брат Он Там Работает Он Делает Ифтар Ложится Спать И Просыпается 12 Или До 12 Лучше Чтобы Выйти Разногласие И Читает И Потом Таравих Есть Аят В Куране В Сурате Саждата Таджа Таджа Таджу Бухум Ани Маджи Я Дعу Нараб Ха Фа Тама А Ва Мимма Разок Нах Минфикуд То есть Их Бока Поднимаются С постели Для того Чтобы Помянуть Всевышнего Аллаха Они Обращаются К Аллаху Просат Обращения И Надеются На Прощение Всевышнего Аллаха Но Пророк Мухаммад В Рамадане Говорится Он вообще Не спал ночью В Рамадане А когда Последние Десять дней Приходили Наступали Он Всех Будил И Своих Супруг Будил Своих Детей Чтобы Они Последние Десять Дней Молились Вместе С ним Поэтому Во-первых Разница Между Таравихом И Тахаджудом Большинство Ученых Говорят Что Таравих Это То же Самое Что Тахаджуд Просто В Рамадане Называется Читать Сунна Его После Аиша Намаза Некоторые Как делают Прочитал Аиша Лег спать Потом Специально Нужно Проснуться Нет Это неправильно Нужно Именно После Аиша Намаза Читать Прочитал Аиша И за ним Ат-Таравих Вообще Пророк Мухаммад Он начал Читать Таравих Во времена Посланника Аллаха В мечети Потом Пророк Мухаммад Напугался Что люди Возьмут Это как фарт За обязательно Хотя Ат-Таравих Это сунна И после этого Наставил Потом Во время Абу-Бакара Когда он был Правителем Заново Начали читать Таравих Но уже Каждый Без джама'ата Каждый Сам по себе И во время Умар Ибн Хаттаб Собрал джама'ат Для Таравиха В мечети За двумя Читами Убейбн Ка'аб Убейбн Ка'аб Субханаллах Мы о нем С вами тоже Будем Дальше в лекциях Читать Вы узнаете Что это за Сахаба Убейбн Ка'аб И за Ат-Тамим Бин Вейс Ад-Дари Ат-Тамим Бин Аус Ад-Дари За ним Читали тоже Таравих Намаз Поэтому И когда читали Читали сразу После реча И пророк Мухаммад Салаллаху Алейху Ассалям И Абу-Бакар И во время Умара Радаллаху Алейху Поэтому Ахмад Бин Хамбан Ахмад Бин Хамбан Спросили Почему ты не оставишь Таравих На что он ответил Суннату Мусульмина Ахабу Илая Сунна Мусульман Для меня Более Любимый То есть Сунна Пророка Абу-Бакар Умара Они читали После Аща Для меня Более Любимый Можно разделить Можно прочитать 4-6 Например Рака'атов Потом уже Перед сном Можно Перед фаджером Два рака'ата Оставить Закрыть Витром Некоторые Например Читают Все 8 Рака'атов Закрывают Витром Потом Еще Смотрят Есть Время Два рака'ата Намазать Давай Еще Прочитаю После Этого Витра Уже Не нужно Если Читает Витра Витра Не нужно Нету Витров Намазов Во время В одну Ночь Также Часто Задаем Вопрос Можно Ли Делать Уколы В Рамадан Укол Можно Делать Кроме Витаминного Который Витаминный Укол Запрещен Обезболивающий Другой Укол Можно Задают Вопрос Мне Нужно Пить Таблетки Как Мне Поститься Если Есть Возможность Брать Сестра Вот Эти Таблетки Например После Ифтара Выпить И перед Фаджером Как-то Сократить Если Тебе Три Раза Надо Может Обеденную Оставить Например Во время Рамадана Вот Прием Таблетки Только На Ифтар И Сухур И Посмотреть Как Пойдет Если Нормально Все Хорошо То Тогда Постарайся Так Провести Месяц Рамадана Если Тебе Тяжело Если Это Жизн Необходимость То Аллах В Коране Говорит Если Кто-то Разболен Или В пути То Пусть Другие Дни Продержит Поэтому Все Легко В шариате Мы Не должны Усложнять Усложнять Аллах Не Сделал Вам В религии Утруднение Говорит Субхан Будьте Аллаха По мере Возможности Поэтому Альхамду Лилля Есть Выход Из положения Альхамду Лилля Есть Наша Религия Она Прекрасна Наша Религия Она Для Облегчения Иднаддин 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 Религия Облегчения Не усложняйте Ее Барак Аллафикум Это то О чем Хотел Сказать Вам Завтра Аллах Еще раз Повторюсь Не знаю Как у меня Будет Получаться По времени А так Послезавтра Иншаллах Мы с вами Вернемся Иншаллах И следите Мы за часа два Примерно В любом случае Будем публиковать Уже Будет лекция Или нет В сторис Джазак Аллах Хайр Братья и сестры Я смотрю Сейчас Ну Сейчас уже Время Аща Зашло Физически Как бы даже Не смогу Всем ответить Я вас тоже Всех Люблю Ради Аллаху Субхану Да Аллах Субхану Что Что примен От нас И от вас Благие деяния Там написали Можно ли перевод Курана читать Да Можно Читать Кто наизусть Не знает Кто по арабски Не умеет читать Пускай читает перевод Джазак Аллах Хайр Да Аллах Субхану В будущем В ближайшее время Мы опять же Выйдем С вами В эфир И будем Продолжать Нашу лекцию Ва Джазак Аллах Субхану 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 Субхану